МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости корпорации ВСМПО АВИСМА. С вами Елена Титова. Всем здравствуйте. Вначале коротко о главном. Юные исследователи. В Верхней Салде прошла научно-практическая конференция школьников. Дошли до МАТа. На АВИСМЕ определился новый чемпион по шахматам. 48 умников и умниц собрала ежегодная научно-практическая конференция школьников, которая проводится при поддержке корпорации ВСМПО АВИСМА. Темами для проектов становились как производственные технологии, так и собственные трудовые династии. За полетом мысли юных исследователей наблюдала наша съемочная группа. Среди знакомых Ильи Сурова, шестиклассника первой школы, есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. По мнению школьника, обычные уроки им не всегда подходят. Это и стало отправной точкой для научного проекта. На НПК Илья предоставил тренажер с использованием технологий дополненной реальности для уроков по окружающему миру. Они могут сосредоточиться. То есть там виртуальный тренажер, живая природа, там животные всякие разные. Ну то есть есть методичка, как бы вопросы для педагога. То есть спрашиваешь ребенка, а он как бы отвечает. То есть он ходит там по миру, смотрит, отвечает на вопросы. Вопросы, поиск ответов, методик исследования – неотъемлемая часть научной работы. Каждый из участников конференции – потенциальный специалист Титановой корпорации. Поэтому и тема НПК звучала как «65 лет наследия Титана». Хочется сказать огромное спасибо всем участникам, всем педагогам, всем наставникам, которые помогают и которые принимают активное участие в этом мероприятии. Ребят, со своей стороны, со стороны корпорации, вам желаем успехов, желаем побед. Победители определяли по трем направлениям – естественно, научное, профориентационное и техническое творчество. В каждой секции присутствовали эксперты корпорации ВСМПО «Ависма». Особо стоило бы отметить работы, в которых подробно написан план исследования, в которых приведены все этапы проведения исследования. Подробно под эти работы, под это исследование подобрана литература. И авторы этих проектов, они высказывают свою точку зрения. То есть это не работа реферативного плана, это работа именно исследовательского. Интересных проектов было действительно много. Девятиклассник второй школы Дмитрий Лукьянов для конференции докрутил проект, созданный с командой «Зе Дронс» на молодежном акселераторе в прошлом году. Приложение позволяет прогнозировать распространение лесных пожаров. А семиклассник Михаил Мизюлин под чутким руководством педагога доп. образования Сергея Бабикова заставил робота просчитывать день рождения человека. Начал заниматься и через два месяца решил создать такой проект. Робот угадывает день рождения при помощи вычислений и пишет в листочки. Жюри предстояло определить самые сильные проекты. В естественно-научном направлении в лидеры вышел второкурсник колледжа Дмитрий Пономарев. В техническом творчестве победа за ученицей 10 класса 6 школы Ксении Мальгеновой. Ее мобильная игра «Сила слова». В направлении профориентация лучшей стала ее одноклассница Анна Логошина. Юлия Вершинина, Ксения Соловьева, Даниил Черных. Новости в СМПО «Ависма». Дошли до Мата. 28 марта на «Ависме» определились призеры первенства по шахматам. В турнире приняли участие 8 команд из разных цехов комбината. Шахматный турнир собрал в Доме спорта «Титан» около 40 металлургов. 8 из них – женщины. К слову, прекрасных дам, претендующих на шахматную корону, с каждым годом становится все больше, и они составляют достойную конкуренцию коллегам-мужчинам. Итак, за 4 дня было разыграно больше десятка интересных партий. Уже в четвертом туре в лидеры вырвались представители 31-го цеха. Они становятся чемпионами «Ависмы» в этом виде и получают право представлять комбинат на летнем этапе корпоративной спартакиады. Пять очков победителям проиграла команда электриков и энергоснабженцев. Они на втором месте. И бронза у сборной 38-го, 53-го и 77-го цехов. Кстати, представительница именно этой команды уже второй год подряд выигрывает медаль «Королева шахмат». Это Юлия Платонова из 77-го цеха. На ее счету 7 очков из 7 возможных. И в продолжении спортивной темы. В минувшие выходные в Верхней Салде побывала олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая в составе российской команды выиграла золото в лыжной стафете в Пекине. Юлия стала гостьей спортивных соревнований среди лыжных любительских команд на Кубок ВСМПО. В первый день спринтерские двойки, сменяя друг друга на этапах, бежали 1300 и 1600 метров. Во второй лыжникам досталось три раза по 4 километра. Салдинские спортсмены взяли соперников количеством участников и скоростью. На старты вышли 9 команд Тируски, 4 ФСК ВСМПО. Наши лыжники вошли в топ-5 итоговых протоколов. Вместе с участниками корпоративных состязаний след на нашей лыжне оставила Юлия Ступак, которая оценила трассы Мельничной и поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине. Я думаю, что словесно это очень трудно выразить. И скажу только то, что, конечно, эмоции зашкаливали на тот момент. И сейчас уже, конечно, спад действительно идет, и моральный, потому что сезон был трудный. Безусловно, хочется повторять каждую Олимпиаду такое. Всегда радует, когда занимаются комплексами, когда делают хорошую трассу. То есть это всегда очень круто. Для меня это важно как для спортсмена, потому что я привыкла к хорошей трассе. И вот сегодня приехала с удовольствием катаюсь. Катайтесь на лыжах, занимайтесь спортом, занимайтесь активностями, гуляйте, отдыхайте, насколько это возможно. Разбежайте голову, сейчас не самые простые времена для многих. Но я думаю, что мы своими силами можем создать классную обстановку вокруг себя и внутри себя. Ступак разделила с участниками соревнований «Радость побед». С удовольствием оставила автограф в блокнотах и календарях салдинцев. И никому не отказала в просьбе сфотографироваться. А теперь, внимание! Для сотрудников корпорации работает телефон горячей линии 6 00 87. Чтобы позвонить из Березняков, перед этим номером набирайте 15. Оставить обращение генеральному директору вы можете по телефону 8 909 30 75 57. Время работы ежедневно с 8 до 17 часов. В Верхней Салде прошло обсуждение проекта по благоустройству парка труда и победы возле кинотеатра «Кедр». Более 100 салдинцев высказали свое мнение о будущем облике этой территории. 15 столов, 15 команд. Перед каждой карта территории парка, сейчас больше известного салдинцам, как парк труда и победы. Здесь проходят парады в честь годовщин Великой Отечественной войны и все митинги. И именно это городское пространство власти хотят преобразить с привлечением федерального бюджета. Это всероссийский конкурс. Мы участвуем в категории «Малые города». Очень благодарны всем, кто сегодня пришел. Откликнулись на наше приглашение. Приглашение мы также размещали везде, на сайте, на подъездах. Мы очень рады, что жители пришли и выскажут сейчас свое мнение. То есть мнение населения нам очень важное, оно будет учтено именно при проектировании этой территории. В зале присутствуют подростки и почетные граждане, представители ВСМПО и городских учреждений, предприниматели. Зачастую мнения разделяются, ведь каждый делает акцент на чем-то своем. Но в главном салдинцы едины. Городу однозначно нужен еще один новый, удобный и современный парк. Мы хотим, чтобы парк был доступен для абсолютно всех людей, даже с ограниченными возможностями. Мы хотим поставить для них уличные туалеты, турники, инфоструктура для инвалидов. Также специальные какие-то приспособления именно для людей с ограниченными возможностями, чтобы они смогли свободно посещать парк. Мы же никто не знаем возможности, какие там будут. Но говорить-то мы можем хоть наскока, можно и колесо обозрения поставить, 50-метровое, не жалко. А сначала знать тоже возможности хотелось бы, а потом уже двигаться, исходя из этих возможностей. Мы хотели, чтобы там было место притяжения. Чтобы в каком-то смысле это была наполняемость его теми или иными атрибутами, выражала преемственность поколений. Вот очень меня как бы прельщает то, о чем сейчас говорят предприниматели. О том, что здесь должно быть видеоэкран какой-то, где можно демонстрировать буквально все, что происходит в нашем городе. И правильно, не только в дни, когда происходят патриотические какие-то мероприятия, нужно говорить об этом. Теперь экспертной комиссии предстоит изучить все предложения и учесть их при составлении техзадания для проектировщиков. Конкурсная документация должна отправиться к организаторам федерального конкурса до начала июня. Детская школа искусств «Ренессанс» отметила 20-летний юбилей. Кадры праздника творчества и красоты в материале Эльвиры Приказчиковой. Вернисаж творческих работ в фойе уже создает атмосферу торжественности. Свой 20-летний юбилей детская школа искусств «Ренессанс» отмечала, можно сказать, в семейном кругу, собрав друзей, учеников и выпускников школы разных лет. Я учусь в этой школе 5 лет. Я пошла в первом классе и в школу, и в художественную школу. Мне нравится рисовать, я с детства люблю рисовать, у меня много картин дома. Концертная программа как микс из прошлого и настоящего. Теплые слова и выступления выпускников гармонично вплелись в номера учеников нынешних. А о начале «Ренессансного пути» в 2002-м рассказала Людмила Крашенинина, первый и бессменный директор. У нас существовала школа искусств, большая школа. Но она отличалась тем, что там академическое направление. Эту школу мы открыли для детей, общее эстетическое развитие детей по четырем видам искусства. Это музыка, хореография, театральное искусство и изобразительное искусство. С 2014-го у «Ренессанса» два основных направления – искусство театра и живопись. «Ренессанс» сегодня – это 140 учеников и замечательный педагогический коллектив, многогранность талантов которого доказала красочное шоу. Хочу вам всем пожелать здоровья, новых творческих успехов. Пусть всегда в душе не ослабевает любовь к культуре и искусству. Спасибо! В 2017-м школа «Ренессанс» стала лауреатом всероссийского конкурса и вошла в сотню лучших детских школ искусств России. Она и сегодня продолжает держать высоко поднятую планку. На сегодня все. Пусть день сложится удачно. До встречи на канале корпоративного телевидения. Для сотрудников корпорации банк приготовил специальные условия, которыми вы сможете воспользоваться. Мы выдаем зарплатную карту платежной системы «Мир», на которую вы можете получать как заработную плату, так и любые социальные выплаты. В чем же плюсы нашей карты? Во-первых, карта без годового обслуживания. Снимать наличные денежные средства можно в банкоматах любых банков на территории всей России. Очень удобное СМС и пуш-информирование об операциях, проведенных по карте. Также вы можете подключить и настроить интернет-банк, где будут видны все ваши банковские продукты и денежные средства, которые есть у вас на счетах. Для вашего удобства на карте ВТБ есть возможность переводить денежные средства по системе быстрых платежей в сумме до 100 тысяч рублей без комиссии на карты любых банков. Помимо этого, есть и бонусные опции. Это кэшбэк до 1,5%, который вы можете получить, расплачиваясь нашей картой за любые товары и услуги безналичным путем. Получить зарплатную карту ВТБ вы можете у себя на рабочем месте. Банком ВТБ и корпорацией организована выдача на местах. Для этого вам понадобится только паспорт. Помимо всего этого, вы можете воспользоваться различными банковскими продуктами в своем городе, обратившись в любое из отделений. АЛМАТРА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»